Сказать вам спасибо за то, что вы следите за своей территорией. Я к вам... И бумажки все прошла по собернам. Молодцы. Я помню, что я к вам приходила всегда с просьбами, но в последнее время вы без напоминаний всегда все это делаете и очень вам благодарны. Спасибо вам большое. Каждый день председатель и актив 4-го микрорайона обследуют веренную им территорию на предмет сорной растительности. В этом их поддерживают специалисты городской администрации. Вместе они контролируют улицы, убеждают жителей не запускать домовые участки, выкашивать их до самой дороги. Стараемся помогать ветеранам войны, если у них нет возможности, если такая необходимость. Стараемся одиноким помогать в покосе травы, стараемся ветеранов, тружеников тыла не оставить. И все, кто обращается, мы находим моменты, когда мы сможем это сделать. В совете микрорайона работает один косарь, поэтому самостоятельно актив бороться с сорной растительностью не в силах. А скосить траву нужно чем быстрее, тем лучше. Наступает пожароопасный сезон, поясняет председатель микрорайона. Многие лобинцы к этому вопросу подходят с пониманием – возле дворов всегда порядок. Но есть и такие, к которым приходится приходить несколько раз с просьбой скосить траву. Злостных нарушителей фитосанитарного порядка приходится наказывать. Администрация лобинского городского поселения совместно с председателями микрорайонов, председателями квартальных комитетов, выписывает жителям предписание по покосу сорной и карантинной растительности. Срок предписания – три дня, то есть в течение трех суток человек должен покосить возле себя траву. После чего, если данное предписание не выполнено, вставляется административный материал и выписывается административный штраф. Вечером иду, и надо сработать, смотришь, уже люди добросовестные, которые знают, что надо травку убирать. Уже смотришь, скошено, уже чистенько около двора. Приятно, конечно, работать с такими людьми, но есть такие люди, которые даже внимания не обращают на эти предупреждения. И два раза, и три раза я бросаю. Значит, видимо, приходится выйти с отецковым или какие-то меры принимать, действенные к ним. Актив микрорайона также просит жителей уничтожать амброзию с корнем и периодически проводить обследование деревьев, так как в районе появилась американская бабочка. Далитвиненко Игорь Исаков, телекомпания «Лобан».